С мелочей хорошо начинать. В них кроется суть вещей. Поняв детали, уяснишь и все остальное. Так считают восточные мудрецы. Мы с ними соглашаемся и немедля начинаем. Здравствуйте, в эфире тележурнал «Мелочи жизни». Практическая энциклопедия для людей любого возраста. О красоте, здоровье, активном досуге и правильном питании в ближайшие 20 минут. Флаги, кубок, грамоты и факелоносец. Здесь все, как на настоящей Олимпиаде. Жаркая от настроения и улыбок спортсменов, зимняя своя карачанская. Ставшая уже традиционной спартакиада, на этот раз собрала 8 команд. Среди участников сотрудники и отдыхающая санатория. Цель мероприятия понятна и проста. Это и здоровье, и отдых. Это и борьба и с ОРВИ, и с гриппом. Сегодня те аптеки, которые на каждом углу, они здоровья никогда нам не дадут. Только надо здоровым образом жизни заниматься. Мы в этом глубоко убедились. Мы совместно с профсоюзной организацией приняли решение за здоровый образ жизни нашего сотрудника. Кто не курит, 200 рублей каждый месяц выплачиваем. Если в течение календарного года на больничный не ходит, мы дополнительно отпуск даем. Вот эти спартакиады, они как-то и сближают людей. И мы видим, что это как раз идет на пользу каждому нашему сотруднику. Коллектив руководителя поддерживает. Здесь всегда готовы сплотиться в команду и доказать прописную истину. В здоровом теле – здоровый дух. Так медицинские работники санатория не только следят за состоянием здоровья участников спартакиады, но и сами борются за победу. А на вопрос, зачем нужны такие мероприятия, уверенно отвечают. Оздоровление. Поддержать эмоции, пообщаться с коллегами. Сплочение коллектива. Адреналин, конечно. Буря эмоций. Буря эмоций. Буря эмоций. Тартс, городки, эстафета на ледянках – не только забавы ради, но и здоровья для. А эти сани, хоть и не едут сами, здесь требуется сила, тоже вызывают бурю эмоций. Поехали. 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 Команда отдыхающих карачанской здравницы ничем не уступает участникам из числа сотрудников. Елена Пахорукова – менеджер по персоналу новгородского филиала компании «Белгранкорм». Вместе с коллегами она оздоравливается в Дубравушке. Говорит, долго сомневалась, ехать или нет. Оказалось, волновалась зря. Я не пожалела, что приехала, скажем так. Да, все нравится, все замечательно, обслуживание замечательно, коллектив хороший, процедуры, бассейн. В общем, нам все нравится. Не ожидали, конечно, поучаствовать еще и в мероприятии. Поэтому надеемся не совсем уж последними-то быть, не опозорить свое предприятие. Тем более у нас сборная Новгород-Белгород, поэтому надеемся, что не подведем. Мы команда хоть куда, в спорте все мы мастера. Будем бегать, мяч гонять, за победу воевать. Вот так, с задором, радостью, под аплодисменты и кричалки болельщиков пролетели два часа. Итогом спартакиады стало традиционное состязание – перетягивание канатов. Желающих посмотреть на это действие оказалось немало. А мы отметили, даже солнышко выглянуло, чтобы поучаствовать в забаве. Сильнейшей в соревнованиях оказалась команда администрации санатория. Ей достался главный приз – клубок спартакиады. Однако здесь нет проигравших. Все участники получили памятные призы. И, конечно, самое главное – заряд бодрости и крепкий иммунитет. Здравствуйте! Меня зовут Неманя Петрович. Сегодня я за вас буду готовить адриатический ризотто с чернилами карагатицы и кальмаром. Для этого блюда нам необходимо будет рис арборио, оливковое масло, репчатый лук, свежий кальмарик, чернил карагатицы и рибный бульон. Начинаем готовить основу нашего ризотто. Нагреваем сковороду. В сковороду выливаем оливковое масло. На горячее оливковое масло добавляем кубиками порезанный репчатый лук. Обжариваем. Затем нужно добавить сухой рис. Для приготовления ризотто лучше использовать такие сорта риса, как арборио или карнароли. Итальянцы считают родиной ризотто Милан, хотя историки уверяют, у блюда арабские корни. Ведь в Италии рис стали выращивать только с 14 века. Обжариваем буквально полминуточки и добавляем белого вина. Препариваем вино и наливаем бульон. А знаете ли вы, какова история появления ризотто? Существует легенда о забывчивом поваре, который ушел к соседу и оставил рисовый суп на плите. Вода выпарилась, а рис приобрел необычайно нежный и приятный вкус. Потихонько помешиваем ризотто и доводим его до готовности. Также нам понадобится сливочное масло и пармезан. В наш рис, который мы довели до полуготовности, добавляем кубики сливочного масла. Когда наше масло растаяло, добавляем сыр пармезан, который тоже должен соединиться в общую массу. И самый главный ингредиент нашего блюда, по которому оно даже можно сказать относится в названии, чернила каракатицы. Чернила каракатицы придают готовым блюдам не только оригинальную черную окраску, но и выраженный солоноватый морской вкус. Кроме того, они, как и само мясо моллюска, содержат ряд макро- и микроэлементов, витаминов и аминокислот. Ризотто готово, теперь займемся кальмарами. Берем свежие кальмары. Солим. Перчим. И обжариваем на раскаленной сковороде. Когда сковорода нагрелась, накладываем кальмары и слегка обжариваем с две стороны. Наливаем чуть-чуть белого вина, чтобы наши кальмары не были жесткими. У нас все готово, и теперь приступаем к сервировке нашего блюда. Сначала на тарелочку выкладываем наше ризотто. Добавляем овощную сальсу. Выкладываем на ризотто. И сверху кладем наше обжаренное кальмаре. Украшаем наше блюдо свежим базиликом. И одним черри-помидором. Наше блюдо готово. Приятного аппетита! Субтитры подогнал «Симон»! Вот и все на сегодня. Съемочная группа тележурнала «Мелочи жизни» прощается с вами ненадолго. Уже в следующий четверг в 20.00. Мы встретимся вновь, чтобы поговорить о красоте, здоровье и уюте в доме. А я напоминаю, все выпуски программы вы можете найти на сайте канала в разделе «Телепроекты». Здесь же вы можете оставить свой комментарий или задать вопрос экспертам программы. Мы открыты для общения и сотрудничества. Удачи и процветания вам! И до встречи на Первом областном! Субтитры подогнал «Симон»!